Денис Олегович, здравствуйте. Да, добрый день. Сколько сейчас содержится человек под стражей и отбывает наказание в местах лишения свободы? В следственных изоляторах и исправительных учреждениях Артемиатской области на сегодняшний день находятся около 7 тысяч человек. На территории субъекта есть воспитательная колония, колония общего и строгого режима, есть лечебно-исправительное учреждение для осужденных больных туберкулезом, а также другие учреждения. В каждом из этих учреждений работники прокуратуры проводят проверки. Надзор за исполнением законов, администрациями учреждений и органов, исполняющих наказание, является одним из важных направлений деятельности органов прокуратуры по защите кондиционных прав и законных интересов граждан, находящихся в кондиционных учреждениях. Наша основная задача – своевременно предупреждать, выявлять и пресекать нарушения законов учреждения по уголовно-исполнительной системе. Поддержание социальных связей – достаточно важная составляющая для лиц, отбывающих наказание. Отрыв от семьи является наиболее существенным фактором, влияющим на осужденных к лишению свободы. Граждане, находящиеся по ту сторону колючей проволоки, не лишены права на общение со своими близкими? Нет, не лишены. Социальная связь поддерживается путем переписки, телефонных разговоров и свиданий. Осужденным важно поддерживать отношения с семьей, чтобы не разрывать социально-полезные связи, и в силу этого не возникало существенных проблем в вопросах их ресоциализации после отбытия уголовного наказания. Какие виды свиданий с родственниками существуют для осужденных и на какой срок они предоставляются? А если человек еще не отбывает наказание, а содержится в следственном изоляторе, он может рассчитывать на свидание? Да, конечно, может. Подозреваемое и обвиняемое на основании письменного разрешения лица или органов, в производстве которых находится уголовное дело, может быть предоставлено не более двух свиданий в месяц. Продолжительностью до трех часов каждое. Разрешение действительно только на одно свидание. Для получения разрешения родственникам или иным лицам необходимо обратиться к лицу или в орган, в производстве которого находится уголовное дело. В письменном разрешении на свидание, заверенной гербовой печатью, должно быть указано, кому и с какими лицами оно разрешается. Как часто работники прокуратуры осуществляют проверки в исправительных учреждениях по обозначенному вопросу и на что обращают свое внимание? В соответствии с требованиями приказа Генерального прокурора Российской Федерации проверки в поднадзорных учреждениях мы обязаны проводить не реже одного раза в месяц, в том числе в нерабочее время, праздничные и выходные дни. В обязательном порядке посещаем все помещения, которые расположены на территории учреждения, в том числе и там, где предоставляются свидания. В завершении нашей беседы финальный вопрос. Если гражданин, приехавший на свидание со своим родственником в исправительное учреждение, столкнется с нарушением его прав, либо злоупотреблением со стороны сотрудников уголовной исполнительной системы, куда ему стоит обратиться? Во всех нарушениях закона, не только в части предоставления свидания, можно сообщить по телефону прокуратуры Тюниевской области 270490 или 270492, а также направить письменное обращение, которое можно оставить в электронном виде, и направить посредством интернета через сайт прокуратуры Тюниевской области. Денис Олегович, большое спасибо за ваши комментарии. Хорошего дня. До свидания.